Пропустить это событие украинские СМИ никак не могли. Победители выборов будущие депутаты от «Слуги народа» направились на учебу в курортный Трусковец. Две с половиной сотни человек, большинство – полные новички в политике. На выборах победили, а теперь вперед за знаниями. Курсы для будущих депутатов от партии «Слуга народа». Большая учеба для более чем двух сотен народных депутатов. Будут учиться писать законы и работать в комитетах. Ни у кого из них такого опыта нет. Будущих депутатов поселили в дорогих гостиницах. Пригласили опытных преподавателей из Киевской школы экономики. Журналистов тоже позвали. На самом деле это просто продолжение «Слуги народа». Просто это уже там парт ту, я не знаю, это уже часть какая-то, Н. То есть то, что допустили журналистов на эту часть, так и задумывалось, потому что мы имеем дело с сериальной политикой. Открыто снимать школу депутатов позволили лишь два дня. Дальше обучение проходило за закрытыми дверями. Некоторая закрытость мероприятий еще больше подогревала интерес медиа. Ведь раньше политические силы не практиковали такого. Впервые депутатов садят за парты, как в школе. И всем интересно знать, чему их там учат, а главное как. Иногда за весу того, что происходит на интенсивах за школы, приоткрывали сами «Слуги народа» на своих страничках в соцсетях. Один из членов партии «Слуга народа» показал, как будущие депутаты прыгают на одной ноге. Видео с подписью «Кто не скачет, тот москаль» наделало шумы в Фейсбуке. Автору пришлось удалить пост, но история все-таки разлетелась по новостным сайтам. В сети шутили над упражнением «Найди оленя» и над уничижительными лекциями, которые читали будущим депутатам. Эти выборы, выборы Владимира Александровича Зенесу, вы политические силы. Но эти сливы лишь крошечная часть того, что появлялось в соцсетях под хэштегом «Школа за депутата». Прямо сейчас учимся в школе «Зе депутата». Продолжаем изучать курс макроэкономической политики. Впереди три блока интересных тем. Позже – работа в комитетах. Все работают плотно, плодотворно. И с каждым днем вопросов от журналистов, а зачем этот курс нужен, становится все меньше. «За чей счет перуете?» – спрашивали некоторые украинцы. «За партийный» – отвечали будущие депутаты. «Конечно, то есть это деньги партии, это деньги, которые партия могла потратить как хотела. Мы могли их прогулять на удивительном корпоративе. Но выбрали потратить деньги на обучение. Я думаю, не самый плохой способ траты денег вообще для любой организации». На украинском телевидении до сих пор обсуждают целесообразность курортного тренинга. «Сама идея проведения вот этого комсомольского слета, мне кажется, достаточно неправильной. «Профанация» – это профанация. «Лучше, конечно, чем ничего, но научиться быть депутатом за неделю невозможно». За неделю, конечно, будущие депутаты опытными политиками не стали. Но вдали от критически настроенных комментаторов и журналистов, может, хотя бы перезнакомились перед началом общей работы в парламенте. Анна Ильиных, специально для Смотри в оба, Киев, Украина. Продолжение следует...